Мода — это борьба. Проект платформы — это битва дизайнеров. А я ее ведущая, Алтная Мельбекова, и мы начинаем. Давайте представим состав жюри. Люди, чье мнение сегодня очень важно для наших дизайнеров. Гульмира Бектемишева — победитель международных конкурсов дизайнеров, член Международного союза дизайнеров. Айчурек Мариповна — художник, модельер, член Союза художников в Кыргызстане, доцент, заведующий кафедрой дизайн-костюма Национальной академии художеств. Елена Хусаева — член Международной гильдии дизайнеров, фэшн-журналист. Алим Серебров — стилист. И наш специальный гость, неподражаемый Айдана Дека — певица. Дизайнеры, сейчас мы увидели, что творилось за кулисами, как вы готовились к этому заданию. Давайте посмотрим на ваших моделей, представим их на подиуме. Алим Серебров — член Международной гильдии дизайнеров, фэшн-журналист. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте, уважаемый жюри На этот образ я вдохновлялся Японии и добил чуть-чуть романтики Также исходил от моей модели Я изначально уже намерялся на нее изготовить этот образ У нее такие азиатские, корейские черты лица, более такие японские Меня вдохновила она и моя идея сама Гульмира Биктамишева, что скажете? Ну вот, несколько я идею не расслышала Он отталкивался от Японии А, от Японии даже, да? Ну, я бы не сказала, что это Япония Скорее всего, это какой-то прованс французский Да, такой шансон Девочка, конечно, образ японский, но японка во Франции, я так думаю Вот такая идея Отличная формировка Цветовое решение мне понравилось, очень нежное, красивое Он попал Сочетание фактур тоже интересно Вот, единственная тенденция, вот немножко, я ему уже говорила Ну, я думаю, это замечание он учел, а так, в принципе, образ интересный Получается, да? Айчурек Мариповна? Ну, у нас первая задача была ансамбль Ансамбль не завершен Не завершен, немножко не хватает Даже головного убора не хватает Там стилистика обуви и аксессуаров не подходит Цветовая гамма я согласна Действительно, провансом Где-то там даже нью-лук, да, 60-е годы Что-то такое есть Но задумка с Японии, как-то он в воздухе висит Потому что он притянут так Именно за счет лица притянут вот так А на образ он не работает Елена Сухухусаева? Я абсолютно согласна, даже в первый раз, когда увидела, я сразу подумала, что это Франция Ну, невзирая на азиатские черты лица Мне очень нравится решение, вот, сочетание узора и воздушных рукав Силуэт, все отлично Ну, единственное, что, конечно, можно было бы чуть-чуть доработать там обуви Вот именно, что, как бы, хотелось бы, чтобы уже он бил прямо, да, вот в глаза Законченность Законченность, да А так, в Оставдом все пропорционально, все отлично И по фигуре, и технологически исполнено, я вижу, даже вот, даже подшипка там, московским швом, что ли Почти, да Насколько времени хватило? Ну, я считаю, что меня ничего не смущает Вот эта вот горловина интересная, она, наоборот, не душит, а, наоборот, легкости Да, она свободная Да, легкости добавляет Эффект губыш на верх Мне кажется, все состоялось здесь Алим? Дин, шикарный образ, но единственный момент, что не хватает действительно детальных деталей Что-то новое, так скажем, сексуально Мне нравится, классный образ, молодец Спасибо Айдана, что скажете вы? Честно говоря, когда она вышла, я больше внимания обратила на саму модель Девушка очень классно вытащила этот образ, ее манера, ее вот эта походка прям очень неплохая Понравилась, я влюбилась в нее, можно так сказать Ну да, меня тоже смущает, естественно, обе, вот смотришь, смотришь и вот прям постоянно вот это вот портит, да, туфли ее А вот я сама любительница вот таких вот кроп-топов, я люблю вот животик открывать, особенно если он у тебя плоский, да, рукава мне прям очень понравились, вот этот вот, как называется, воротничок, или как, в общем, я люблю вот это Если смотреть через призму вашего творчества, одели бы вы такой наряд на сцену? Я бы одела вверх с удовольствием Лично для вас до работы, если вы обратитесь Я буду очень рада Отлично, Дин, мне кажется, все удалось, получилось очень красиво, нежно, женственно, мило, воздушно, бесконечно можно говорить в прилагателях Присаживайся, провожаем тебя и твою модель Спасибо На подиум приглашается следующий дизайнер Максат и его модель Максат, как всегда, все в твоем стиле Жюри, если вы не знаете, он последователь дерзкого пути Расскажи им, почему именно такой образ? Ну, я хотел описать самого себя, потому что я вообще люблю любителей рока И у меня, я слушаю песни рок, музыку рок, все рок у меня И я сюда добавил орла И, кстати, еще хочу подчеркнуть, на каждом детали подчеркиваю орла Придаю этот, или силуэт орла, что ли, я не знаю Какого-то там, кинг какого-то И вот Ансамбль, я думаю, я попал, я прям старался И цвет волос, и обувь, и колготы А в плане сумок в стиле glam rock Лучше сумку не использовать, а то она будет утяжелять модель И будет лишним аксессуаром, да? И вот, как всегда, я люблю еще работать Такие вот кровоподливо обратно работаемые Мелкие детали Такие вот включать каждый раз Неужели возможно создать такой образ в рамках шести часов? Можно Можно? Да Гример, Виктор Имиш, у вас что скажете? Ну, скажу, что образ очень такой дерзкий В нем есть такая, может быть, и тайна И вот, как Максат любит, и сексуальность большая такая вот Поэтому образ, в принципе, очень цельный Единственное, что слишком откровенный Откровенный? Да, откровенный Ну, вроде бы здесь и простота, откровенность Все это взаимосвязано, но дерзкий Да И я думаю, читаем мы Ансамбль присутствует? Ну, в то же время, не тянет тем, что он слишком откровенный Откровенный Да, немножко бы... Надо было тайну тебе создать еще больше Загадочность Может быть, еще какую-то деталь придумать А черепа Мария Павловна? В образ попал, в ансамбле нет Потому что закончен художественный... Должен быть здесь художественный смысл Законченный от головного образа, заканчивая обувью Если одну деталь уберешь, значит, ансамбль разрушается А здесь можно снять верхнюю кожаную жилетку Ансамбль не пострадает У тебя получаются взаимозаменяемые комплектные вещи Потому что, и по пропорции, посмотри Что у тебя жилетка, что юбка одной высоты А это очень грубое нарушение именно в моделировании костюма Пропорциональность, знаешь И потом, любой... Я извиняюсь, конечно, Максат Я, конечно, не была в этих клубах, где танцуют гоу-гоу Но я по телевизору видела, где-то похож Недалеко, да, вы скажете Елена Хусаева? В этот раз я не очень согласна со своими коллегами Потому что я вот себе тут отмечаю Что я за Максатом вообще это замечаю Какое-то очень тонкое и хорошее чувство вкуса и стиля, на мой взгляд Даже в такой теме, может быть, не совсем привычной Как бы подиуму, как рок Я считаю, что здесь сработало все И вот эта его любовь действительно к деталям Я вот себе написала, а он это даже произносит Вот эта детализация И когда она снимает жилет Мы видим проработку вот этого нижнего Вы мне извините, в ансамбле вообще ничего не снимается Хорошо, да Я это понимаю В комплекте можно снять Я понимаю, но я о деталях говорю Что меня как бы очень радует вот эта вот детальная проработка То есть в ансамбле хорошо Можно не снимать, можно снимать Но то, что человек копает очень глубоко Вот здесь отнять нельзя И я считаю Можно, ну может быть, да Может быть, это откровенно Но я считаю, что здесь как бы соблюдены все То есть голые ноги мы не видим, как зачастую у других Потому что мы видим чулки Мы видим высокие сапоги И этим самым все как бы гармонично И, конечно, отношение к аксессуарам Вот какая-то очень, с одной стороны, очень читаемая, узнаваемая Но поэтому мы и узнаем, какой стиль сразу же читаемый Можно я скажу одну вещь? Давайте друг друга не говорить, что не согласны Потому что вы говорите с твоей точки зрения Хорошо, нет, возможно, на монтаже Я буду говорить с твоей точки зрения Да, да Потому что Нет, просто я хотела связать просто, чтобы не говорить как бы А я вот Я только для связки слов это сказала Дело в том, что я, например, не собираюсь кого-нибудь этот Критиковать Да, критиковать Нет, это не о критике То есть мы, конечно, сам по связки слов Всем отъезжали Я думаю, что режиссеры справятся с нашими огрехами И еще раз мне хотелось бы вот в отношении Максата Еще раз подчеркнуть, что он работает разные темы Но его стиль, мы не можем этого отрицать Он не то, что не изменен, он изменен, но он читается в каждой работе И мне кажется, когда человек работает на то, чтобы стать дизайнером со своим именем Это очень важно То есть все абсолютно разные вещи Но руку мы уже видим И вот это вот чувство стиля, которое ему не изменяет И он, я думаю, что сознательно Если бы ты сделал бы вот из этой зеленой жилетки Извиняюсь, что я от этого влезла Пока мысль не пропала Вот цельным вот жилетка заканчивается длинными брюками И вот эта фактура у тебя осталась бы как акцент Вот я согласна была бы Стопроцентно, что именно ты не изменяешь в своем стиле У Максата, кстати, по массам он хорошо работает Вот единственное, здесь пропорции у тебя действительно массы одинаковые Просто времени было очень мало Да, не хватило Я там уже не думал, что то, что я делал, я вообще не думал Я просто отключился и все Нет, сразу первым делом на автомате должно, знаете Если верх короткий, значит низ длинный должно быть Или наоборот, низ короткий, вверх длинный Длинный, да? Все, это элементарно, все Вот такие споры произошли между нашими жюри Что скажет Алим? Макс, я как стилист сейчас наблюдаю молодежь Действительно одевается очень коротко Я вижу, что у вас образ дерзкий Мне нравится эффектно И модель очень сочетается Действительно я каждый день встречаюсь с людьми То есть открытость, коротко, всегда То есть в этом образе я вижу очень дерзко, смело и ярко Тебе это нравится? Мне это нравится Что скажет Айдана? Ну, когда она вышла, модель вышла Я сразу вспомнила себя, когда мне было лет 15 Я тоже обожала рок, я была эмо В общем, была я неформалом И одевалась, ну, примерно так же Вот, очень понравился образ Но, к сожалению, в данный момент, сейчас Этот образ мне не по вкусу Но, на самом деле, я послушала экспертов Я столько всего узнала, на самом деле О ансамбле, вот это все для меня, это в новинку Но мне понравилось, да? Но если, как вы спрашиваете, а делали ли бы я? Нет Нет Максат, не знаю, по мне так очень стильно, очень классно Ты сам такой, очень творческого полета, неземной Желаю тебе еще больших успехов Провожаем тебя и твою модель Приглашается следующий дизайнер Айбек и его модель Здравствуйте, уважаемые жи У меня городской кэжул Я разбавила аксессуарами, очками, кожаной сумкой и босоножками Этот такой комплект, можно оставаться в этих же шортах Но менять футболки Менять цветовую гамму футболок, рубашек И поменять аксессуары На подиуме, пусть это без футболки, подиумный вариант Потому что так должно было быть Да, должно было быть, да Но можно пояс использовать И эта вещь универсальная И можно сделать женскую Можно одеть платье-футля И одеть сверху-то без рукав Получилось очень интригующе Очерек Мария Павловна, вы всегда ищете какую-то загадку Я ищу хромахи Есть ли загадка в этом образе? Знаете, он больше смахивает на пляжный ансамбль Если бы там какой-то яркий цвет был бы Акцент Вот акцента не хватает Потому что настолько все это Черное, да, темное Для цвета, цвета не хватает Ну вот чувствуется очень большой минимализм Аскетичность Скорее всего, я бы согласилась Когда был бы пляжный ансамбль Головного убора не хватает Можно еще скажу, да? Там должна была быть еще фанамка Вот тогда вот это был бы законченный образ И цвета не хватает А цвет можно разбавлять за счет футболок? Ну, разноцветный, да Сейчас бы хотелось посмотреть, как это смотрелось Елена Хусайва, что скажете? В отношении Айбека я тоже уже который раз отмечаю, что верность его каким-то конструктивным решениям Мне кажется, очень конструктивно И, ну, действительно, я бы поспорила, что это городской кэжуал Но в то же время действительно позволяет варьировать Это на самом деле так и есть Я поставила высокие оценки за вот этот минимализм, за решение, за работу с фактурой, за бахрому Решение в целом очень хорошее Действительно, что вот добавляете, что можно добавить в футболку Это все видно, это все прочитано нами Я считаю, что хорошая работа Кульмира Бектемишева У меня ассоциация с городским шиком Городской шик, да Тем более, вот он немножко вот выдвинул этот ленчик такой И вот эти аксессуары, которые дополняют И я бы хотела таких мальчиков и в городе видеть Это очень функционально, во-первых Во-вторых, элегантно, да, минималистично Вот, и я думаю, это очень удобно в городе У нашем летнее время Я просто сам люблю минимализм И чтобы вещи были носибельные Да, абсолютно носибельно, да Носибельно, но и идея здесь хорошая Но мне не хватило, вот, не знаю Я прям хочу одеть ему ремень Да, вот он просит Да, вот такой аксессуар, который бы поддержал вот эту сумку Да, ремень не над вашей жилеткой, а под И там, может быть, какие-то еще детали для сутки Бряжки, да, вот эти можно было бы железать Да, какие-то вот, немножко не закончены А так образ найден, просто Армани какой-то Айдана, что скажете? Ну, классно Мне понравилось, да, очень стильно Вот, ну, вот этот вот верх, как он называется, он очень прикольный Я бы одела с вот этим вот ремешком, который сейчас в моде Да, можно, если женский вариант, то можно его завязать И сделать на платье Я не могу вспомнить это название ремня Вот очень яркие сейчас такие, в спортивном стиле, да, вот классные ремешки На высокой посадке сейчас модно Я бы с удовольствием оделась какими-нибудь кроссами Ну, круто Ну, если у нас в городе увижу такого парня, я буду знать, что это... Рук делай, Рубега Отлично, Алим Альбек, я как стилист, я действительно очень крутой образ, но действительно не хватает этой детали Здесь акцент только, модель волос очень яркий, хочется только туда смотреть, понимаете? На его укладку Да, здесь то, что вы сделали, это хорошо, но в целом все сочетается, то есть не хватает вот то, что я сказала, да, вот Ремени вообще не хватает Ну, можно одеть на улице, но, конечно, надо доработать, Альбек А так очень хорошо, молодец Альбек, как ты услышал минимализм по душе нашим жюри? Очень круто, поздравляю тебя с очередным шедевром, провожаем эту модель и тебя Приглашается предпоследний дизайнер Улан и его модель Улан Не знаю, нотки моря, готики Расскажи, чем ты вдохновлялся, работая над этим образом? Какая правда? Какая правда? Потому что я поискнула тема, я была expressа тема для особенного тема, ярких, ярких цепей. Я использовала синицы техники, очень приятного, очень приятного, очень приятного, очень приятного. Я люблю яркие цветы, но основные цветы у меня есть фасон, когда я ставлю яркие цветы. Или вот так можно закрывать. Айчурек Мария Павловна, что скажете? Опять же, на те же грабли наступаются, а ансамбль это не законченный. Какие-то ассоциации с образом 70-х годов, если бы широкие брюки книзу были бы и широкая шляпа. Даже в 67-е годы, да? Да, принт. Вот какой-то там цветочный принт, но он немножко мрачной бабки получился. А как же то, что старая мода возвращается с новыми нотками? Она циклична, она через каждые 16 лет возвращается, это минимально. Потом через некоторое время, конечно, 100 лет возврат. Дело в том, что здесь по цвету красиво, но цветового или акцента не хватает. Акцент основной... Ну, может быть, и акценты, и композиционные акценты. Может быть, и арекет кылдым, и более... Просто образное решение, а ансамбле решение. Что-то мимо. Как-то так. Гульмаревик Немишева. Ну, образ в целом получился, можно сказать, обычным. Вот. Единственное, что вот в конструкции он пытался что-то трансформировать. И вот спинка у него интересная, что-то там расстёгивается, застёгивается, воротник трансформируется. Это всё интересно. Но если он выбирает одну ткань для решения всего образа, тогда он должен, может быть... Силуэта даже не читается, потому что принт крупный. Ну, в принципе, по стилю он попал в тенденции. И по цвету. Тенденцию попал, да? Да, и в цвет. Ну, действительно, для ансамбля, конечно, завершённости нет. Улан, что скажете? Сделал бы шляпу такую же, с таким же принтами. Она же сначала в капюшон не выходила. И ты бы попал в начало семидесятых, конец шестидесятых. Вот так, уже образ пошёл. Ещё бачки вот такие одел бы, и всё. Была бы законченность. Улан, хочешь что-то сказать? Безде у вакет 70-х, там более... Моу, шапка калгам, нэгзицы, более... Аксессуар, ваше, ваше... А, точно. Он создал шапку. Надо было просто приклеить, вот круг просто приклеил бы, и всё. Он ещё даже без верхушки. Вот так бы, пусть она валдила бы, вот так лежала бы. Зато образ был бы. Вот так. По кругу, если сказать. Нельзя слышать коллег, нельзя. Что скажет Алим Серебров? Улан, во-первых, вы дизайнеры, что я хочу сказать, да? Вы делаете такие наряды, которые продаются в магазине. Это что я хочу сказать, что вы должны создать что-то новое. Действительно, как вы дизайнеры. Начинающие дизайнеры у вас должны брать пример. Они повторяют то, что раньше было и сейчас есть, да? И направление, которым вы сейчас занимаетесь, за шесть часов, вы могли бы сделать ещё лучше, ещё круче. Понимаете, вы дизайнеры. Проект для чего создан? Для того, чтобы дали людям направление. Новый продукт. Да. Тема на Сибирь не будет. Да, можно сделать на Сибирь, но при этом, что креатив нет. Вы почему-то дизайнеры всегда жалейтесь о своих креативах. Вы дома оставляете. Не знаю. Понять не могу. Что скажешь Тайдана? Да, на самом деле, вот, например, такой костюм, такого рода костюма, наверное, можно найти. Ну, типа такой костюм можно найти во многих магазинах. С такими вот цветочными этими. Что мне понравилось, то, что это вот внутри вот это, то, что торчит на плечах, вот этот цвет не очень освежил, да? Да, освежил образ. Вот хоть как-то вот, знаете, он заиграл по-новому. Насчёт того, что здесь, если бы была шляпа, такого же принта я прям очень, и руками, и ногами, потому что действительно очень было бы эпатажно. Закончено, эпатажно. Да, эффектно. А если ещё туфли с таким принтом, то это было бы вообще… Да, цвет настроения сильный. Да, цвет настроения сильный. Отлично, улан. Получилось очень свежо, классно. Я думаю, ты услышал все мнения жюри. И следующий образ будет намного лучше, чем этот. Ещё лучше, чем этот. Провожаем тебя и твою модель. На подиум приглашается последний дизайнер Сеиль и её модель. Здравствуйте, уважаемые. Сеиль, расскажите вы, чем вдохновлялись? Получилось очень интересно. У меня изначально была такая мысль, что я хотела спортшека, а потом я подумала, что сейчас есть такая классика. Многие думают, что эта классика очень скучная. Скучная. Да, скучная. А я хотела по-новому это показать, чтобы можно и в то же время на работу пойти, и в то же время пойти куда-нибудь подружками или, не знаю, такое вот. Угу. На мероприятие какой-нибудь светское, почему бы и нет. Да, у меня юбка снимает вот это, и остаётся платье с ремешком. Угу. Угу. Елена Хусай, вы что скажете? Мне очень нравится вот это лаконичное решение, во-первых, потому что здесь как бы нет лишних деталей, нет перегруза. Возможно, напрашивалось бы какое-нибудь шейное украшение, но мне кажется, что если принципиально, вот концептуально, мне кажется, всё выдержано. То есть пояс берёт на себя столько в данном образе, что уже всё остальное было бы перебором. Да, да. Так как у меня горловина такая идёт. Да, да. И то, что прочитывается, что это платье-рубашка, оно очень интересно решено по подолу, да, то есть там асимметрия, сочетание разного геометрического рисунка, да, вот эти полосы, они все работают на движении. И в то же время сдержанная верхняя ёбка, то есть она как бы собирает образ, действительно можно снять, но хотя... Но я считаю, что вот это как ансамбль читается хорошо. Угу. На мой личный взгляд. Я бы уже здесь не прибавить, не убавить, мне кажется. Угу. А Чирюк Мария Павловна? Присутствует ли ансамбль в этом образе? Присутствует ли ансамбль в этом образе? Вот здесь уже более-менее, потому что уже деловой ансамбль, назначение немножко другое, но она отвечает тем требованиям, что называется ансамбль. Понимаете? Мне здесь очень понравилась монохромность, в то же время акцент есть, разное сочетание разных фактур, что-то от Кензо похожее. От Кензо, да, согласна. Когда сумка была через плечо, вот это собирание за счет сумки, вот тоже мне очень понравилась, вот как бы собранность за счет сумки. 2018 года, так как вот сумка, вот этот ремень, кожаный ремень, вот подставка как ремень тоже получается. Сумка должна ниже висеть. Ну чуть-чуть ее поправить. У меня ремешка не хватает просто. Чтобы не на животе что-то. Вот так хорошо. Гульмира Беттимишева. Я даже к головному убору не буду прицепляться. Мне тоже очень понравился этот комплект, очень тонко, ритмы очень хорошие, полосы приятные, и действительно сочетание фактур приятное. Образ удался, вот он носибилен, и в то же время есть в нем и новизна, и есть интрига, и есть флирт небольшой, все есть. Я сама люблю, когда свободно и комфортно чувствуешься, и в то же время есть что-то, которое сдерживает, и в то же время отличает от других тебя. Вот в этом можно и на работу пойти, и вечером еще и пойти на мероприятие какое-то. И опять же, вот человек говорит, а вот здесь так хочется головной убор тоже. Я думала, можно было две кисточки. Какой-нибудь такой интересный, да. Две кисточки, да. Еще креативнее, да. И все бы связалось, было бы вообще на все сто. А так очень интересно, и ремешок хорошо здесь сел. Единственное, по массе, конечно, сумка, можно ее чуть-чуть подвинуть сюда. Ну, на бок чуть-чуть ее сдержать. По массе немножко. А вот то, что двухбортность, вот это очень. Молодец. И обувь, конечно, может быть и не только такая. Я могу увидеть и ботинки, и кроссовки, и все что угодно. Ансамбль по цвету молодец. Айдана, как тебе такой образ? Мне очень понравилось, как только она вышла, мне понравилось. Что больше всего меня удивило, это вот, да, внизу вот это вот, то, что там, как можно это назвать, разрезы, да? Или как... Да, разрезы, получается, там у нее... Чтобы, когда она шла, чтобы было ритмичное и свободное. И было комфортное, да? Чтобы она играла, я добавила разных. То есть и руки, и рукава длинные, и вроде само платье, да, длинное. Но это очень, очень кокетливо, да, выглядит. И вот этот вот разрез, то, что при ходьбе показывается нога. Да, я вообще люблю, когда девушки показывают свою красивую ногу. Вот, все очень классно, я бы одела, да. Я вообще сама не люблю классику, но такую я бы одела. Отлично. Алим? Сейль, образ, вот, я вижу, очень элегантно, стильно, действительно креативно. То, что я вот долгое время ищу, действительно... Сам бы одел, да? Да, да. В Кыргызстане действительно не хватает вот в таком стиле, чтобы я видел, чтобы девушки, да, женщины, чтобы ходили, одевались. Действительно, оно очень вдохновляет. Вот, увидев я, я вот уже начал представлять, что... На жену бы одел, да? Да, моя девушка будет ходить. Это очень, это прекрасно понимается, это очень эффектно смотрится. Молодец. Спасибо, я старалась. Отлично. Провожаем тебя, твою модель. Спасибо большое. Все образы были показаны. Жюри должно посовещаться, а вам нужно покинуть студию. Жюри посовещалось, определенный лидер и аутсайдер. Давайте пригласим дизайнера в студию для оглашения вердикта. Уважаемые дизайнеры, я назову имена, прошу выйти на подиум. Айбек. Улан. Исей. Кто-то из вас оказался сегодня слабым, кто-то сильным. Айбек. Твоя работа была не самая сильная и не самая слабая. В нем был минимализм, но в нем не было креатива. Поздравляем, ты остаешься в проекте. Надеюсь, что следующая твоя работа будет еще лучше. Делаешь хорошие образы, не дорабатываешь, действительно. Целоватые. Да. И если вы дизайнеры, давайте работать как дизайнеры, а не как швия. Пожалуйста. Просьба. Спасибо. Сеиль, Улан. Сегодня ваша судьба была в руках этих людей. Один из вас сегодня победитель. Им становится Сеиль. Сеиль. Наверное, самое удивительное людям, когда они стоят у края обрыва и становятся еще лучше. Твоя работа, она была шикарной. И все жюри это отметили. Это было очень тонко, вкусно, стильно, красиво. Надеюсь, что ты именно с этим темпом будешь двигаться дальше. Спасибо, что я буду садиться. Садитесь. Улан. Я на протяжении всего проекта говорила, что ты очень талантливая. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Я надеюсь, что это только маленькая твоя, маленький твой проигрыш. Потому что дальше есть победы, есть вершины, которые ты должен завоевать. желаю тебе удачи во всем, если что-нибудь тебе сказать. До полуфинала и финала остались считанные дни. За кулисами создаются шедевры, на подиум выставляется искусство. Это проект платформа Ялтная Мельбекова. Увидимся через неделю. До convincedа. Субтитры сделал DimaTorzok